По царраторам с рельсов сошел грузовой поезд. Пока специалисты выясняют, из-за чего 19 вагонов состава оказались на земле. В результате падения были повреждены опоры линии электропередачи дорожное полотно. Кроме того, под угрозу экологической катастрофы попала местная флора и фауна. Ведь в одном из сошедших с рельсов вагонов находилась серная кислота. Все подробности происшествия у нашего корреспондента. У нас получается вот здесь вот за деревьями железная дорога начинается. А вот здесь вот соседи эвакуировали. Вот соседние дома туда дальше тоже. Визит на дачу обернулся для жительницы Багаевки неприятным сюрпризом. Когда Вера приехала на участок, в дом ее не пустили. Соседей эвакуировали, девушки тоже предложили уехать. Мне бабушка позвонила, сказала, что у нас здесь вагоны упали, потому что дедушка в городе был и не смог приехать. Автобусы не ездят. Мы как-то не думали, что здесь так близко. И пришли на дачу, нас сюда не пускают. Дача крайняя, нас не пускают. Сказали, что упали вагоны с серной кислотой, что если хотите жить, то лучше уйти. Не так все серьезно, чуть позже убеждают представители РЖД и спасатели. Да, цистерна с кислотой сошла с рельс, но опасности для жителей, как и для местной экологии, нет. Разлива вещества не произошло. Опасность данной цистерны, в частности с серной кислотой, никакой не представляется. Когда будут ставить сейчас ее на железнодорожное полотно, мы будем проводить ее нахлаждение. И до окончания работ вся группировка, это 150 человек личного состава, 30 единиц техники находятся на месте аварии. Но 10 человек из ближайших домов все же эвакуировали. На всякий случай. Всего с рельс в районе Багаевки сошли 19 вагонов грузового состава. 10 пустых, один с кислотой, остальные с продуктами. 8 вагонов наполнены продуктами. Остальные цистерны, порожние, тоже угрозы никакой не представляет. И также сухогрузы. В основном это мука и крупа. Почему состав сошел с рельс, еще предстоит выяснить специалистам. Предварительных причин пока не называют. При падении вагоны повредили 10 метров дорожного полотна и три опоры линий электропередач. Кроме того, состав надолго перегородил путь, из-за чего произошла задержка нескольких поездов. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.